Зацените, маленький офтопчик, меня муж научил выговаривать слово детектив. Детектив. Знаете как? Заменив букву Е на букву Э. Всем привет, с вами Аня, вы на канале Bookspace, и это наконец-то те самые финальные книжные покупки 2018 года, а возможно и вообще финальные книжные покупки канала Bookspace. Ладно, хорошо, не будем рубить с плеча, просто мне в последнее время формат книжных покупок, он слегка не заходит именно по информативности. Я уже снимала вам видео, до чего блогеры снимают книжные покупки, чем они полезны и тому подобное, но до сих пор вот перевариваю все свое отношение к этому формату, думаю, как именно его можно апгрейдить и улучшить. Ладно, короче, не будем по этому поводу долго загоняться. Покажу вам сегодня свои финальные, окончательные книжные покупки этого года, их было, к слову, немного. В этом видео покажу вам удачные покупки, неудачные покупки и разочарования мои личные. У меня есть две рассылки от Азбуки и от Росмена, и еще в этом видео будет розыгрыш в конце. Поехали. Ну и в принципе, давайте мы начнем с рассылок от издательств. У меня была рассылочка от Росмена, кошка, в принципе, на нее уже позарилась. Мне пришла книжуля Инсомния, девочка, которая спит. Это новинка от Росмена, ее, в принципе, в конце с вами и разыграем, друзья. Вот так она выглядит, очень крутое рассменовское оформление. Конечно же, решает, но в общем, я, конечно, привлекла ее аннотация о том, что один главный герой у нас бодрствует, а когда он спит, бодрствует другой герой. И в этом маленькая такая неразочка их выживания пурпуши, я тебе это не отдам. Уйди. Я же говорила, что киса позарилась вот над эту штуку. Ладно, хорошо, вот это вот держи. На, 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 на. Короче, в чем соль этой истории? В том, что 15-летний Алексей познакомился однажды во сне с девочкой Иолой. И там уж получается, что когда бодрствует Алексей, Иола спит. И наоборот. То есть, да, такая маленькая неувязка в их жизнях происходит. И вот Иола задумалась, что, возможно, ей бы стоило Алексея убить, и таким образом свою жизнь как бы привести в порядок, и не спать вечно беспробудным сном. Потому что, как известно, мы все-таки с вами большую часть жизни бодрствуем, чем спим. И меня это на самом деле больше удивило, потому что я думала, что здесь главный герой будет Алеша, а Иола это будет, знаете, герой на периферии, и какая-то просто проблема. Но Иола, оказывается, также еще и фокальный персонаж. В общем, аннотация очень любопытная, таинственная и достаточно жутковастенькая, раз уж главный герой решила таким способом радикальным от проблемы избавиться. Будем проверять. Но еще мы такой же консимпляр разыграем вам под Новый год в конце этого ролика, так что не переключайтесь. Так, и от Азбуки ко мне пришла очень любопытная рассылочка в виде трех книг и в виде первого в жизни тематического бокса. Сначала покажу вам то, что мне пришло отдельно. Это «Как Гринч украл Рождество». Получается, что это такая сказка в стихах с иллюстрациями в стиле минимализма. К слову, стихи очень классные. В плане того, что переводчики поработали на ура. Они очень мелодичные, очень забавные. А про Пуша все ищет вот эту вот штуку из бокса Росмэна. На, на, иди. Вот, такие дела. Гринч очень известный персонаж вообще, в принципе, по всему миру, не только в своей Америке. Это персонаж, который вечно недоволен Рождеством, вечно недовольным праздником. Знаете, это очень жизненный перс, потому что так или иначе каждый Новый год, каждый любой праздник, в принципе, появляется персонаж в жизни, человек, который вечно этим недоволен, вечно ноет, плачется, вредничает, ворчит, в конце концов. Короче, ведет себя как Гринч. Книжуля будет интересна молодежи. И вот мне больше заинтересовали вот эти вот две книжки. Это Бернхард Шлинг, Ольга и книга «Один день декабря». По поводу Ольги мало что можно толком вам понадобиться и сказать, потому что она очень таинственная, опять же, очень глубокая, чувствуется, что в ней есть какая-то большая драма, которую автор вам не спешит выдавать именно что в аннотации. Автора я знаю, я читала его «Чтеца». «Чтец» мне, к слову, заходил очень тяжело в свое время, в том плане, что мне был очень тяжел его стиль, именно авторский. То есть сюжет и метафоричность книги «Чтеца» она была на высоте. А вот язык был очень сложный для меня. Но потом эта книга всплыла в моем видео «Пять книг, которые я недооценила». Вот вам на него отправляю. И знаете, это, конечно, любопытно, что Натаса нам обещает роман между женщиной, которая идет против предрассудков своего времени, и с мужчиной, который ослеплен мечтами о величии и власти. Это, конечно, любопытно, но непонятно, куда именно должна идти книга. Будет ли это драма, будет ли это история какой-то конкретной судьбы, я не знаю. Будем проверять. И хочу обратить ваше внимание на ее оформление, на ее издание, точнее. Я такое впервые вижу, такой формат любопытный, знаете, подклач женский. То есть можно брать ее с собой буквально в парк, почитать на лавочке. Обычно, например, все мои сумки, они рассчитаны на формат большой книжки, стандартной. Ну вот, типа, хотя бы такой. Очень любопытно, конечно, сделана книга, будем проверять. И еще одна книжуля, тоже новинка, «Один день в декабре». Вот вместе с вами ее распаковываю. И знаете, азбука с этой книгой попала, ну, просто в самую точку, потому что я вот, например, с октября буквально погрязла в книгах очень тяжелых, морально. В том плане, что все книги, которые я читала в последнее время, они, вот кроме зеркал, все мрачные, все давящие, все жуткие, все строго 18+. Поэтому книжуля, которая обещает мне романтическое настроение, романтичную историю, она очень в тему сейчас. Вообще, лично я поклонник таких любовных историй, которые у нас происходят больше на периферии, чем в центре сюжета. Вам поставили ссылочку на свое видео про сказки для взрослых девочек, где я рассказываю вам про свои любимые истории любви. Но в целом, в целом, я люблю почитать также еще и простые романтичные истории, уже конкретно про отношения пары. Вот элементарный пример. Мне еще понравилась история Джоджи Моэс «До встречи с тобой». К слову, если вам нравится автор Джоджи Моэс, либо Сесилия Ахер, то обратите свое внимание и на эту книгу. Вот. Еще мне очень нравится история «Один день» Дэвида Николса. И я предполагаю, что, возможно, эта история будет похожа именно на него. Дело в том, что у нас однажды девушка встречается с рядом с интересным парнем в автобусе, потом его буквально ищут по всему Лондону, не может его найти, а потом его совершенно случайно встречает на вечеринке вместе с своей подругой. Он оказывается парнем ее подруги. Ну и, в принципе, такое в жизни тоже может произойти, это да. Но, что меня в этой книге привлекло больше всего? Я заклинула в аннотацию буквально одним глазком и увидела, что у нас здесь история датируется 2008 годом и по 2017 год. 9 лет. Практически 10 лет, ребята. И буквально вот тоже в самом верху у нас здесь аннотация маленькая, 2 человека и 10 шансов. То есть такой легкий намек на очень сложные отношения, вы знаете, в самом жизненном стиле. Посмотрим. Я бы хотела эту книгу взять, конечно, на марафон, возможно, я его проведу в январе. 24 часа чтения, возможно, на обычный влог читательский, но, скорее всего, я начну ее раньше. Да, потому что хочется уже слегка подразгрузиться от своей работы, от дедлайнов, чем-нибудь абсолютно легким, простым, приятным душе. Вот. И, конечно же, мы с вами вместе распакуем вот этот вот тематический бокс. Я нарочно оттягивала с ним знакомство, чтобы вам его на видео и распаковать в прямом эфире, как говорится. Возможно, вы его уже видели в Инстаграме у моих коллег-блогеров, возможно, уже видели распаковку у Али. У нее был, к слову, красный бокс. Да, у меня получается черный с красной лентой. Это очень круто. Это первая моя тематическая рассылка от Азбуки. Конечно, по сториз моих коллег в Инстаграме я уже знаю, что, в принципе, в этом боксе найду, но, тем не менее, все равно мне это крайне любопытно, как это выглядит в реальной жизни. Вот так это все дело выглядит, ребята. Первым делом касается коза, карнавальная маска чумного доктора. Это, конечно, очень круто. И внезапно мне она идет. Как мне, по крайней мере, кажется. Очень здорово. Да, Азбука, к слову, славится вот такими вот тематическими рассылочками в том плане, что они повторяют тематику книжки. Например, тематика этой книжки у нас балмаскарад, на котором происходит очень странное убийство. Вау. Это, конечно, круто. Да. В принципе, если праздновать Новый год с друзьями, то я уже знаю, во что одеться. И еще. Почему на боксе с Азбука было написано крупным шрифтом стекло? Это вот такие вот песочные часы, с гранулами внутри. Покажу вам, друзья, их поближе слегка, потому что это очень круто. И, слава богу, это целое. Вот такие дела. Такие вот песочные часы. Очень здорово. То есть, да. Надеваем маску, переворачиваем часы и идем на балмаскарад. Да. Чье-то время будет истекать в этой книжке наверняка. Блин. Это, конечно, чертовски залипательно, но кроме часов и кроме маски у нас в этой боксе также еще есть и, собственно говоря, приглашение на балмаскарад. Приглашаем вас на балмаскарад в Black Hit House, имение семейства Hardcastle. Вот так оно выполнено. Сзади у нас прописан список гостей, и это, на самом деле, очень удобно, потому что я могу запутаться в героях, если их очень много. Дается еще и карта, собственно говоря, Black Hit House, имения Hardcastle, чтобы мы с вами здесь не потерялись. И, разумеется, самое главное, это книга. «Семь смертей Эвелины Hardcastle». Очень крутое издание. По краям мы видим, у нас здесь есть компас, яд, фигурка слонак, я понимаю, и пистолет. Да. Самое, что интересно, это, конечно, разумеется, аннотация, потому что обычно в центре такой рассылки у нас мистический детектив. И «Семь смертей Эвелины Hardcastle» это тоже не исключение. Собственно говоря, почему такое странное название, такой интересный оксюмарон «Семь смертей». Он обуславливается сюжетом, потому что буквально в разгар балла маскарада убивают дочь хозяев этого маскарада, Эвелино Hardcastle. И получается, что дальше у нас закручивается весь сюжет после этого убийства в всем привычный день сурка. И главный герой, который должен это убийство расследовать, он просыпается в том же дне, на том же баллу маскараде, в конце которого звучит тот самый смертельный выстрел. И снова погибает дочь хозяев этого балла. маскарада Эвелино. И, как говорится, главный герой должен найти убийцу среди гостей. Но дело осложняется, потому что иначе, как осложнением это не назвать, тем, что главный герой просыпается каждый раз, каждый новый день в теле другого гостя. Как именно здесь это сыграет свою роль на сюжете, я узнаю уже при чтении этой книжки. Тоже начну ее буквально в ближайшее время. Просто, честно говоря, очень хочется, чтобы автор справился с этой задачей. Когда он помещает очень много чего в книгу, знаете, и балл маскарад таинственный, и смерть хозяев имения, и получается день сурка, и перемещение из тела в тело, это очень любопытно, честно. Просто как именно это будет работать в книжке, по механике, по сюжету, это мы с вами вместе узнаем. Поэтому постараюсь ее начать как можно быстрее, и увидимся мы уже с вами вместе с этой книжкой, скорее всего, в рубрике «Читаю сейчас». Разумеется, без спойлеров, но я буду вам максимально нагнетать всю атмосферу и интригу. Постараюсь точно. И мы переходим уже к моим финальным книжным покупкам этого года, и, честно говоря, не все из них были очень удачные. Хотя почти все из них, в том-то и дело, наверное, что почти все из них, они были очень-очень взвешенные. То есть я долго думала, а нужна ли мне та или иная книга, и поэтому я теперь практикую такие вот обдуманные книжные покупки. И давайте мы начнем с моего главного фейла этого видео, потому что я эту книгу, признаюсь, купила немножечко сдуру, ну, скажем, прямым текстом, потому что я очень долго металась и сомневалась, в каком же мне издании покупать себе «Властелина колец» в коллекцию, ну и как бы для первого настоящего знакомства, потому что я до сих пор не читала оригинала, но смотрела оригинализации безмеренно количество раз. Тем не менее, я посмотрела видео Юлии Books Around Me, вам на него ссылочку, разумеется, оставлю, где Юля расписывала плюсы и минусы того или иного издания, «Властелина колец», того или иного перевода. Она проделала колоссальнейшую работу, но это все равно мне не дало, скажем так, шанса определиться с переводом и изданием, потому что в одной книге мне нравился перевод, а в другой меня устраивало издание. Да. И Аня подумала, камон, можно же прочесть книгу в оригинале, и все будет прекрасно. Не нужно мышца с переводом. И купила себе, к слову, очень клевое издание, хоть и в мягкой обложке, ребят, «Властелина колец» первой части. Она очень классная, серьезная, очень красиво все это дело выглядит, хоть и слегка мелковат шрифт, ну и, собственно говоря, я себе ее приобрела. А потом, когда уже хвасталась своей историей в Инстаграме, что, мол, приобрела себе, мне даже посочувствовала пару моих коллег, друзей, которые знают английский гораздо лучше, чем я. Они мне посочувствовали в том плане, что, ой, это будет очень тяжело. И мне ребята объяснили, что здесь сложность не только в лексиконе, но конкретно в стиле автора, потому что он здесь, ну знаете, как бы староанглийский, толкиновский. То есть, да, конечно, он чистый, он правильный, он очень мелодичный, но он сложен по конструкциям. У меня мои друзья с уровнем B2 его еле читали. Куда уже мне до этого? Короче, это вот мой самый главный фейл книжных покупок этого года. Честно говоря, не знаю я, что мне с ней делать. И купила я ее очень даже с пылу с жару. Мне-то в целом хватало и Гарри Поттера на английском. Просто одним Гарри Поттером вроде как сыт не будешь. И Аня решила выпендриться, как говорится. Не знаю, либо я ее подарю, либо я ее разыграю, ребят. Либо я прокачаю свой английский до такого уровня, что смогу ее осилить. Да. Поаплодируем Ане, которая просто так купила себе книжку, не подумав вот к чему это приводит. Не делайте так. Остальные мои книжные покупки, они были уже более или менее взвешенные. Как минимум, потому что, например, эту книгу я уже начинала читать в электронке. И себе решила прикупить ее и в бумаге. Потому что, к слову, видите, запакованная. Знаете почему? Потому что 18+. Да. Потому что 250 дерзких советов писателю это, конечно, классная штука. Хотя, по сути, их здесь 275. И это, по факту, не является книжкой по писательскому ремеслу, мастерству и так далее. Это, по факту, знаете, сборничек цитат вашего друга-писателя, где он вам в баре под шофе рассказывает свой опыт и дает советы по писательству. Вот в таком стиле эта книга и написана. То есть, да, Чек Вензинг, он действительно вам не боится давать именно что дерзкие советы. Название оправдывает себя, потому что у него здесь про число советов они такой, знаете, немножечко пошловато и грубовато, сексуально, возможно, подоплека именно что в метафоричности его советов. Признаюсь, если бы я была ханжа, если бы я с очень серьезной миной подходила бы к этой книжке либо ждала бы от нее какого-либо, знаете, справочника для писателя, то, скорее всего, я была бы очень сильно расстроена и даже возмущена. Поэтому, друзья, те, кто серьезно решил почитать книжки по писательскому мастерству и ремеслу, я вас отправлю на свое очень старенькое видео, но все еще актуальное по пяти книгам для начинающих писателей. Но мне хотелось эту книгу именно что себе в коллекцию в бумажном издании, потому что при чтении я понимала, что некоторые советы мне хотелось бы сохранить в голове, заскринить в конце концов. Поэтому, возможно, эта книга обрастет очень плотненько стикерами, чтобы к ней потом впоследствии возвращаться. То есть, да, в принципе, в принципе, спецсоветы здесь, они актуальны, они полезны, но слегка в очень такой игривой, саркастично, по шляцкой манере. Да, не без этого. Поэтому для любителей эта книга абсолютно. Не берусь ее рекомендовать, поэтому уж смотрите для тебя сами. Друзья, если вам за кадром слышны какие-то странные звуки, вроде вздохов, либо даже, возможно, храпа, то это, так сказать, аксель. У меня прямо под боком. Я его не выгоняю, чтобы ему здесь было тепло. Ну, извините, это излишки производства. Так вот, на фоне многочисленнейших, везучих пятниц в этой городе, я себе все-таки решила приобрести по максимуму серию ЮНИСБЁ в главной роли с Харри Холли. И взяла себе, да, в новом издании, потому что я просто запарилась искать себе черное, мое желаемое издание от Азбуки. Оно выходило раньше, в 15-м, кажется, году, но его теперь, блин, днем с огнем. Мне оно очень нравится. У меня в нем есть снеговик, и я думала собирать именно его себе в коллекцию, но ладно уж, как говорится. У меня есть в таком издании жажда, и я подумала, что, скорее всего, я буду собирать именно его. Вот. И себе приобрела три книжки «Спасителя», «Полицию» и «Призрака». Спрашивала у вас в Инстаграме, точно ли я не попаду на разрыв мини-историй внутри цикла. То есть, да, цикл начинается с «Нетопыря». Правильно я делаю ударение, либо нет. Потому что я обычно говорю «нетопырь», и это неправильно, насколько я знаю. Так вот, начинается она с «Нетопыря». «Нетопыря». Короче. И заканчивается она как раз-таки книжкой «Жажда». В будущем году будет выходить новая книга под названием «Нож». Да. Слитись за обновлениями. И я знаю, что внутри этой истории есть как раз-таки, знаете, арка сюжета, где одна история, но разные убийцы. То есть, в принципе, можно было бы взять наугад, но мне не хотелось на это дело попасться. Я уточнила у вас, вы меня в этом деле просветили, и это хорошо. И я решила купить себе как раз-таки отдельные истории. Что здесь примечательно, это то, что «Спаситель» и «Полиция» у нас без обложки, точнее, без пленки, а «Призрак» в пленке. Знаете почему? Потому что эти две книжки у нас по рейтингу, я проверила, 16+, а эта книжуля уже 18+, ага. Так что да, вроде как один автор, одна серия, а рейтинги разные. Это удивительно. Вообще, конечно, у меня в планах собрать полную коллекцию о приключениях, точнее, злоключениях детектива Харри Холли, и зацените, маленький офтопчик, меня муж научил выговаривать слово детектив. Детектив. Знаете как? Заменив букву «Е» на букву «Э». Та-та. Но вообще, по факту, я купила именно эти книги не по порядку, не с тараканов начиная, потому что слегка не хочется мне погружаться в локацию Таиланда. То есть я прогуглила это дело в Википедии очень осторожно, потому что переживала, что там будут спойлеры. Кажется, я где-то поймала там спойлер, так что, друзья, не гуглите ни в коем случае. По-моему, я поймала спойлер на книжке «Полиция». Причем спойлер предыдущей книжки и благополучно себя забила работой и про него забыла. Это хорошо. Просто слегка недоумеваю, когда, знаете, даже пускай в Википедии, в новой книжке нам пересказывают концовку предыдущую, но это странно. Будьте бдительны, ребят. И я решила слегка перешагнуть пару книжек. То есть я пропустила в серии, получается, какие именно... Пропустила я тараканы, красношейку, немезиду и пентаграмму. К слову, да, именно красношейка, немезида и пентаграмма, они складываются в одну арку. Поскольку не было в продаже красношейки в этом издании, я решила, что лучше я их перешагну, чем прочитаю какой-то кусочек. Возможно, что-то я себе проспойлерюсь в предыдущих книжек, хотя автор этим не злоупотребляет, нет. Потом идет снеговик, я его читала, леопарда пропустила и взяла себе призрак и полицию. То есть, в принципе, прочесть уже осталось немножко. Больше, чем половину того, что я читала. Вот. Себе взяла их, конечно же, на каникулы, смотря какое у меня будет настроение. Если романтичное, то я, разумеется, возьму один день декабря. А если я, возможно, захочу чего-нибудь остросюжетненького, то да, у меня выбор тем более есть. И в последних двух покупках у меня виноват буктюб. Я уже вам их показывала в Инстаграме, к слову, попала в флешмоб с Юлией Боксараундми. Показывала вам их вот так. Возможно, вы видели фотографию. Приобрела себе по наводке Риты Маргариты, Инна Макьюина и его искупление. Его переиздали. Одно время очень долго охотилась за изданием в серии интеллектуальный бестселлер, но потом подумала, что это очень уж опрометчиво. Отдавать за это издание, вот за это, друзья, издание полторы тысячи нет. Я, конечно, коллекционирую это издание, но и до такой уж степени. И благополучно дождавшись переиздания, купила его буквально рублей за 200. Конечно, обложка мягкая, но тем не менее, а вдруг мне история не зайдет. Да, я слегка здесь отношусь к этому делу скептически и даже больше пессимистично, потому что у меня у Макьюина была прочитана только одна книжка, не отпуская меня, и она мне вызвала впечатление очень неоднозначное. Эта история очень легко спойлерится, насколько я знаю, поэтому я себя максимально ограничила и от просмотра экранизации, известной и от отзывов друзей. Буквально знаю, что здесь маленькая девочка немножко неправильно трактовала одно событие, и поэтому из-за этого, возможно, разрушились очень многие судьбы. Единственное, что я знаю, что здесь есть очень крутая и горячая сцена в библиотеке. Вот этого дела я, конечно, жду. Посмотрим, как именно здесь будут аукаться знания и неправильная трактовка какого-то события в устах ребенка. Я думаю, что это будет очень драматично. Да. И еще одну книжулю у нас считает буквально весь Буктюб, и я тоже хочу, как говорится, чтобы ставить свое личное мнение по этому поводу. Уничтожить королевство. Янг Эдалт. Но не серия. Честно говоря, это меня уже радует, потому что мне пока что не хочется погружаться в еще одну Янг Эдалт серию. Когда я читала аннотацию этой книжки, то я невольно посмеивалась. Признаюсь вам честно, потому что вот такие вот заявки на победу меня, ну, очень веселят. А-ля принцессе Лире 17. И она коллекционирует сердца принцев буквально. Она своевольна, она бесстрашна и тому подобное, и так далее. То есть, да, очень даже типичный Янг Эдалт, но он очень многим нравится. И мне чисто по-чешески любопытно, за что именно. То есть, во-первых, история у нас осложняется тем, что у нас два главных героя, они друг в друга не влюбляются, но, по крайней мере, ведут изначально охоту друг на друга. Это уже интересно. То есть, мало того, что у нас дочь морской ведьмы, то есть, уже как минимум антагонист, она буквально охотится на принцев и вырезает из них сердца. То есть, серьезно вырезает из грудины у них сердца. Очень уж мрачных книжули обещает быть. И вот принц, последний оставшийся принц этого королевства, в котором обитают подобные русалки и сирены. Так вот, тот самый принц, он тоже ведет охоту на этих страшных русалок, либо сирен. Да, я уже потом узнаю, в чем между ними разница заключается, по мнению автора. Это тоже будет любопытно. И вот такое вот мощное противостояние двух бесстрашных подростков. Блин, я уже заранее себя скептически настраиваю на эту книгу, а это уже немножко попахивает, знаете, председатым мнением. Поэтому я абстрагируюсь от своего, такого, знаете, скептического отношения и просто хочу прочитать интересную историю. Просто вот единственное, что меня смущает, отзывы на лайфлибе, которые я считала, ну буквально остерегаясь спойлеров, о том, что здесь, ну знаете, все настолько сильны и бесстрашны и мега круты, что попахивает это чем-то очень уж мэри сьюшным. А такое я очень не люблю в книгах. Но если мне понравится, это будет круто. Если мне не понравится, то это будет интересный треш-обзор. Вот, друзья. К слову, оформление интересное. Вам должно переливаться здесь в софтбоксах. Посмотрим. Меня, в принципе, очень сильно радует то, что автор решил эту книгу, эту историю в цикл не растягивать. Это здорово. То есть прочтем буквально вот за сколько получается. Шрифт некрупный. Ну, возможно, на каникулах это выйдет у меня в 2-3 вечера. Но пока что я, к слову, не могу ничего читать. Элементарно не успеваю. Книжный блогер, который не успевают читать. Иронично. И, наконец, долгожданный розыгрыш книги. Совместно с Росменом по России разыграем вам книжку «Инсомния». По традиции условия очень простые. Первое. Были подписчикам организаторов, то есть Bookspace и канала Росмена. Второе. В комментариях указать слово «участвую обязательно». И третье. Пожелать что-нибудь приятное к Новому году. И все. Дожидаемся вечера 30 декабря. И в группе ВКонтакте мы узнаем победителя. Какие-то у меня слегка получились несерьезные, немножко фривольные книжные покупки в этот раз. Но просто снимаю вам вот именно свои эмоции, свои первые впечатления по аннотациям и ожиданиям. Я что-нибудь постараюсь придумать с форматом. Возможно, каким-то образом его проапгрейдю. Не знаю. Подумаю, в общем, на каникулах. Так, еще ко мне уже почти, почти, почти что доехали. Уже мои книжные подарки самой себе. По факту это тоже книжные покупки, но это все-таки больше подарочный вариант мне себе любимой на Новый год. И к слову, друзья, вот вам кроме моих книжных подарков самой себе будет ли интересно посмотреть на нечто околокнижное, либо вообще не книжное. То есть, допустим, я себе купила, кроме книг, еще и фанкопоп, еще и планирую купить себе косметику, хотя бы по минимуму еще и наклейки, и планеры. Будет ли вам это дело интересно посмотреть видео? Если да, то я это делаю сниму. Если уже нет, то я это дело сделаю пост в Инстаграме. Вот. Так что вы сами уж и выбирайте. Вот такие дела. С вами была Аня Кобычна, и мы приближаемся, прям практически подошли вплотную нос к носу, к итогам книжным этого года. Либо уже к лучшим книгам этого года. Скорее всего, в следующем видео я рассчитываю, по крайней мере, будет уже объявление фаворитов книжных этого года. Потому что в нем как раз таки планируется всемирный розыгрыш, чтобы вам успеть эти книги отправить, по крайней мере, до Нового года, чтобы они к вам пришли на каникулах. Я постараюсь его провести как раз таки в следующем видео. Так что не пропустите. И надеюсь, что отбор в лучшем книге года у меня будет не сильно сложным. Потому что у меня очень много критериев по этому поводу. Ну ладно, пойду работать. Все, всем пока.